С первого февраля весна началась, почти сухо. Дорогая дочь Катя, целую тебя крепко за то, что сейчас рукой пишешь своему папке и не забываешь. Дорогой сынок, Ленечка, целую тебя крепко, пиши, чем занимаешься. В пропавших порохом строках целая история. Это письмо Пятницкий Михаил Максимович зимой 40-го года отправил своей семье в родное село Свеса. Здесь, на украинской землево, на 1939 году остались его жена Мария Денисовна и двое детей, маленькая Катя и сын Ленечка. Боевой привет со сражений дома ждали с большим трепетом. Письма приходили в треугольниках, на лицевой стороне орден или знаменательная дата истории сражений. Сегодня чернила выцвели, бумага пожелтела. Вот только светлая память о герое навсегда увековечена в сердцах родных. Так, для Евгения Демича хроника великих сражений строилась не по советским фильмам, а по рассказам старшего поколения. Письма дедушки Михаила Максимовича мужчина по сей день хранит с трепетом. Евгений Алексеевич рассказывает, на тяготах воинской службы дед никогда не писал, беспокоился о хозяйстве, сыты ли его родные, как проводят вечера. Последнее письмо Михаил отправил 27 марта 1945 года. Несмотря на тяжелое ранение, солдат с верой в победу обещал вернуться к своей семье, крепко обнять жену, привезти подарки детям. Во многих письмах он всегда говорил, как вы там живете, есть ли молоко, есть ли хлебушек, можно ли питаться, есть ли карандаши, есть ли бумага у детей. И когда он с Польши писал письмо, там было написано так, что я послал вам посылку с Польши, послал вам карандаши и бумагу, но я понял, что эта посылка не дошла до вас. Вот когда я дойду до Берлина, я вернусь домой, и я привезу вам настоящие карандаши, настоящую бумагу, чтобы вы могли учиться, мои милые, как говорится, дети. Вот только сдержать обещание Михаил Максимович не смог. Ровно 10 дней отделили русского солдата от Великой Победы. 20 апреля 1945 года красноармеец пал на Зиеловских высотах. За доблесть, отвагу и мужество Пятницкий Михаил награжден орденом Красной Звезды. В Москве приказ был подписан еще во время боевых действий, однако заслуженная награда так и не дошла до героя. Сложность составила поиск могилы, где захоронен солдат. Чтобы отыскать землю, где покоится дед, Евгению Алексеевичу понадобилось без малого – 70 лет. У мужчины на руках осталась лишь похоронка. Наименование населенного пункта с годами выцвело, что только усложнило задачу. Когда Евгений Алексеевич служил на территории Германии, пытался отыскать могилу деда, но тщетно. С появлением информационных технологий у внука появилась надежда. В том извещении, которое было, кажется, о похоронке, вот, похоронка деда, немножко как бы было искривление, ну, в Канцбич, или Канцбик, город, Каврыцая, я прошел пять кладбищ города Канцбига, но я его не нашел. Благодаря тому, что началось развиваться интернет-пространство и начали выкладывать перед Днем Победы данные о тех или иных событиях, я все-таки нашел могилку деда. Евгений Алексеевич отмечает, что на том кладбище вместе с его дедом покоится 450 советских солдат. Каждая могила не забыта, у каждой свой маленький обелиск и табличка с регалиями. Общество германской советской дружбы накануне 9 мая 2017 года побывало на той земле и привезло самый ценный подарок Евгению Демичу – землю с могилы своего деда. Спустя долгие годы Пятницкий Михаил Максимович, наконец, вернулся домой. Удалось им побывать на том самом месте, где мой захоронен дед, и передать вот такую землю оттуда, с могилки деда. И потом я буквально в 2017 году, когда поехал туда к себе на родину, на Украину, я эту часть земли захоронил, положил в могилку своей бабушке. То есть я через определенное время, практически через 70 лет, соединил эти два любящих сердца в одном месте, как раз, соединил, как раз, с землей. Это для меня очень дорого. Свою профессию Евгений Алексеевич связал со службой родины. Мужчина вспоминает, когда был мальчишкой, перед ним были люди, прошедшие это горнило войны. Их поступки и мужество стали примером. Сегодня Евгений Демич отмечает праздник с гордостью. С улыбкой вспоминает службу в вооруженных силах. Тогда, 23 февраля, по традиции, начиналось с торжественного построения. Сегодня же, находясь на заслуженном отдыхе, День защитника Отечества, Евгений Алексеевич встречает в кругу друзей, сослуживцев и, конечно же, семьи. В последнее время стала такая традиция за активное долголетие. Становлюсь на лыжи вместе с семьей, как говорится, прогулюсь с супругой на лыжных трассах. Но затем чаопитие, да, домашний, как говорится, с тортиком. Дети поздравляют, внуки поздравляют. До сих пор храню, вот в прошлом году, внучке было всего лишь пять лет, она нарисовала картинку, и я её, как бы, храню. И буквально, вот, накануне праздника заглянул туда в альбом. И как-то стало тепло и уютно, значит, скоро праздник. Команда Управда ТВ поздравляет всех мужчин с праздником мужества и отваги. Днём защитника Отечества. Мы желаем вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Пусть боевой дух надолго сохранится в ваших сердцах. Александра Никитина, Юрий Ломатов. Новости Управда ТВ.